Пацаны, всем привет, с вами Серый. Короче, упоры багажника опять дурят голову на Шкоде. Давайте я покажу, в чем проблема. Короче, опять на мелких кочках постукивают. Но это не только они, ребят. Постукивает еще. Сейчас откроем. Смотри, что еще постукивает. О! О, смотри, как было принято сделать. Закинул сюда тряпку, потому что на мелких кочках барабанило прям, ну, крепко, аж бесило. А остальное, как все получилось, смотрите в ролике. На Шкода Рапид вот такая ситуация. Опять начали стучать. Я их смазывал. Я уже видос об этом показывал. Но этого недостаточно, видимо. Потому что вот прошло сколько-то. Сколько-то немного времени. Так, дай-ка. А как же его высунуть? Короче, прошло сколько-то немного времени. И все, опять застучал. Причем такое вот мерзкое стучание. Знаешь, такое еле-еле. Ну, блин, я его слышу. Оно его прям вот бесит. Давайте сейчас попробуем разобрать весь этот кронштейн. И... Что здесь написано? Чехия. Чешская республика. Попробуем разобрать весь этот кронштейн и смазать изнутри. Я раньше смазал только снаружи. Вот сами прекрасно видите, как все это выглядит. Сейчас мы разберем и смажем его изнутри. Сами пружинки. Все, что там есть. Значит, как он разбирается? Вот смотрите, нужен инструмент. Ну, плюс-минус у кого какой есть. Значит, как минимум, нужна плоская отвертка. Находим ее вот. А не слишком большая. Ну, давай возьмем вот такую, наверное. Отверточку. И тут есть один прикол. Вот, обратите внимание, вот сюда. Вот, низ кронштейна. И вот сюда. Раз, там. Там защелочка с этой и с этой стороны. Все. Вот он выходит. Пожалуйста, на ваших глазах вот эти защелки. Их просто нужно отжать. Раз. И вот две пружинки. Короче, ребята, они смазывают вот эти пружинки. И вот я думаю, что вся проблема в этих пружинках. В износе. Возможно, там. Я, короче, вообще, честно скажу, не знаю. В чем проблема. Но по гарантии уже меняли. А толка очень-очень мало. Поэтому смажу сам. И причем, знаешь, что они мне сказали, что поменяли. А я не уверен, что оно поменено. Ну, то есть, возможно, оно, конечно, заменено. Возможно, нет. Точно сказать не могу. Смазки ложу столько, сколько мне не жалко. Ребят, поэтому не знаю, сколько надо ее. Я ее так крепенько. Запулю сюда. Пускай она все будет смазкой. Эта смазка, она такая температурная. То есть, она градусов 150 держит. В принципе, а такого, ну, такого градуса, в принципе, в этих местах нет. Поэтому, я думаю, она не потечет. Во всяком случае, она не должна потечь. Вот, смотри, сколько здесь наложил. Я думаю, оно само там расплюхается. Сюда полные бортики заложил. В принципе, знаешь, что? Я возьму другую отверточку. Вот, побольше. И, ну, так, чуть подразмажу. Блин, конечно, это все колхоз. Вот, прямо реально. Реально. Посмотрите на ютубе. Есть чувак. Все прям совсем. Описал, как сделать все красиво. Ну, просто мне, допустим, до дилера. Да, ладно, я бы не пожалел бы там эти копейки. Во-первых, в то время, когда была возможность, я об этом не подумал. А сейчас мне, допустим, до дилера ехать 150 километров. Это, ну, какой в этом смысл? Короче, я постарался побольше вот в эти бортики засунуть. Смазочки. Сейчас еще добавлю. Мне кажется, вся проблема в них. Я больше, конечно, уже борщу, ребят. Ну, вы, конечно, на свое, ну, смотрите на свое усмотрение. Надо, чтобы было ни много, ни мало, чтобы просто было нормально. Вот. Смазываем. Все, везде хорошенько промазал. С этой стороны промажу. Не знаю, зачем. Пускай будет. Смазка досталась мне бесплатно. А, как говорится, все, что бесплатно, можно мазать столько, чтобы жопа трещала. Все, запасовываем вот эти. Все точно так же, как и доставали. Пружинки, чтобы заскочили в свои пазики. И просто защелкаем. Раз. Все. Ребят, весь этот кронштейн смазан максимально хорошо. Сейчас я что сделаю. Несколько раз его сожму. И все, что будет лишнее, все вытру. И все. И можно ставить. Просто взял туалетную бумагу. Не стал искать что-то, заморачиваться. Вот так вытираем. Прям вот все, что вылетело. Все вытираем насухо. Ну, чтобы и руки не мазать, чтобы машину не мазать нигде. Вот раз. И можно идти ставить. Со вторым проделываем то же самое. И можно ставить и проверять результат. Результат я вам скажу, какой будет уже в следующем видосе. Ну, братва, а на этом все, ребят. Можно ставить и пробовать, как будет ходить. Я думаю, 2-3 месяца должно поработать нормально. И 0 рублей самое главное. Так, ребят, все. Вышел с мастерской. Подошел к тачке. Значит, смотри, как ставится кронштейн. Тут ничего перепутать невозможно. Тут взяли, вытерли. Раз. Ставим. Все, кронштейн я установил. Вот на свои места. Работают хорошо. Ни туда, ни сюда не стучат. Закручивал, значит, я их вот этой отверткой. Эта стандартная отвертка находится в запасном колесе. Сейчас покажу вам, чтобы вы знали. Вот. Лежат вот здесь набор. Вот отсюда взял. Открутил. И вот, короче, как получилось. Ну, где-то воздух сидит, прохлюпает и будет все в порядке. Смотрим. Ну, я не знаю. Оно, по-моему, и так особо не тряслось. Но сам факт. На маленьких ямках все-таки что-то было. Ну, типа... Со временем проверим. А на этом все, друзья. Всем, кто смотрел меня, огромное спасибо. Ребят, смотрите видеоролики до конца, если вам это интересно. Потому что так я смогу развиваться гораздо быстрее. А на этом все. Обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok